Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Андрей Коваленко. Торгуем по объемам SwapX. И Андрей, трейдер из Москвы уже с нами. Приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу передачу. Хочу в этот раз более интересную построить, опираясь на ваши вопросы. Мы в этой передаче рассматриваем торговлю на платформе Валфикс. Сейчас включим демонстрацию рабочего стола. Надеюсь, у нас это все получится. Прекрасно. Заставка нашей школы. Все наши контакты вы видите на страничке. Далее мы покажем Сделки ребят, которые у нас учатся. Значит, здесь показана Сделка по РТС, я так понимаю, да. То есть Был уровень Достаточно интересный Объем Отсюда мы продавали Так, сейчас включаю редактор, чтобы было понятно Вот объемчик у нас Возник Ну вот И Возникла возможность Для того, чтобы захотеть В рынок Продажи Вот Прекраснейший выход вниз Частичное закрытие То есть в этом случае мы уже Как бы не теряем Свою Прибыль Даже если у нас Идет движение вверх После этого Все равно мы Остаемся Как бы при своих Вот И После чего Движение подтверждается И Можно переносить Без убыток Сделку И фиксировать Прибыль Так, давайте Идем дальше Так Здесь у нас нефть Как видите Весьма точный Вход Продажи Здесь более сложный заход Это я уже объясняю Такие Заходы На занятиях Видите Тут Практически Обратного движения Против нас И вообще не присутствует Опять же Движение сразу Идет вниз Объемы на проталкивании Видим Можем выставить Без убыток Вот И Видим, что На определенном уровне Там 46-30 У нас происходит Фиксация То есть Фиксируются позиции Явно здесь нужно Брать прибыль Так И Третий Наш ученик Здесь работа Тоже по нефти Смотрите Насколько Ювелирная Работа То есть Что Опять же Имеем Похожий Весьма вход Отката Практически Нет Идет Движение К Уровню Вот Здесь у нас Получается Спринг То есть Ложный Вынос Вниз Мы видим Что Дальше У нас Движение Вниз Не наблюдается И Следует Выход То есть Прекрасный Трейн Который Достает Внимание И Смотрим Какой У нас Точный Вход В рынок В покупки Опять же Уровень 4626 Да Смотрите Практически Пипс Пипс Столктесь Вообще Минимально И Прекрасное Движение Которое Берется В лонге Побольше Экран Для этого Вам нужно Нажать У себя На мониторчике Вверху На плюсик И у вас Экран сразу Раздвинется Да Именно так Да Ну а мы Со своей стороны Тоже сделаем И тогда Выведем Свои Изображения Из эфира И у вас Еще будет Побольше И Также Коллеги На сайте Если у кого-то Маленький Экранчик Справа Вверху Есть плюсик И до Размера Поля Вырастет Весик Прекрасно Ну Мне Многие Ребята На истории Очень хорошо Видно Давайте В реалии Посмотрим Давайте Посмотрим В реалии Это Вот У нас Такое Красивое Окошечко Ордеров Видите Цена У нас Бегает Нефть В моменте Вот Значит Здесь Можно Расширить Посмотреть Что Сколько Денег Входила Лотность Сколько денег Входило В рынок Вот Как Распределяли Распределялись Заявки Вот Ну И Что Мы Здесь Видим С вами То есть Мы Видим Что Цена По Нефти Идет Вниз Спускается И Мы Видим Что В рынок Входят Деньги Повышенный Объем Смотрим Какая У нас Реакция Происходит То Есть Отката Пока Что Никакого Мы Опять Тестируем Сильный Уровень Сирен 35 В данном Случай Опять Только Подходим К этому Уровню Опять У нас Видим Выходит Объем Почему Объем Видим В кластерах Видим Как Заходит Крупный Игрок И Насколько Это Красиво Затем Смотрите Что У нас Происходит Откат Еще Меньше Мы Видим Как Крым Продавливает Это Туры Опять же На объем Мы Выходим Вниз И Тут У нас Все Начинается Самое Интересное Входит Покупатель Основными Силами И Начинает На Объем Проталкивает Этот Ураль То есть Мы Видим Что Выходит Объем Движение Вверх И Где Все Круче Круче Смотрим Дальше А Где же Нам Нужно Заходить Где У нас Есть Точка Входа Ну Я Сторонник Консервативных Точек Входа Поэтому Один Из Вариантов Я Вам Сейчас Расскажу То есть Мы Видим Основной Вход Крупного Игрока Видим Объем На Проталкивание Отмеченного На Уровне И Мы Видим Выход Вверх То есть Мы Преодолели Несколько Уровней Сильных Преодолели На Объем И Смотрим Какой Следует Откат Откат Следует Опять же К этому Уровну Мы Видим Что Здесь Входят Опять Некоторые Объемы Вот Не Сильно Большие Но Этих Объемов Хватает Чтобы Удержать Цену И Не Дать Ей Пускаться Вниз Поэтому Естественно Мы Рассматриваем С вами Лонги Но Для Лонгов Нам Нужен Обязательно Какой-то Сигнал Мы Видим Что Цена Ниже Не Пускается А Здесь Мы Видим Заветную Единичку Видите То есть Нет Интереса Уйти Вниз И Даже Одного Вот Нам Достаточно Для Того Чтобы Создать Такое Движение Сильное То есть По схеме Выходит Так Что Мы Дошли До Уровня Пробили Его Вышли Вверх Оттолкнулись И Дали Заходной Импульс Дали Заходной Импульс Вверх Вот И Потом Что Нам Нужно Дождаться Ретеста И Вот Мы Сюда Дали Ожидаемся Ретеста Видите Какой У нас Получается С вами Стопик Коротенький Какой Коротенький Стопик Мы Видим Что идет Выход Вверх И видим Где у нас Происходят Первые Фиксы Да То есть У нас Происходят Перехай Здесь Можно Частично Забрать Свою Прибыль Вот Подождать Когда цена Уйдет Еще Выше И Перенести В безубыток То есть Это Одна Из Схем Работы Как бы Для того Чтобы комфортно Себя Чувствовать На рынке То есть Мы В этом Случай Ни в коем Разе Не Рассматриваем С вами Шорты В данном Случай Почему Потому что Мы Вверху Не увидели Продавца Который Что На объемах Продавил У нас Уровик Закрепился Ниже И мы Себе Комфортно Чувствовать Здесь Уже Искали Какие Шорты Понятно Да Если Есть Какие Вопросы Пожалуйста Задавайте Я с удовольствием Вам Отвечу На все Монеты То есть Это платформа Валфикс Окно Ордеров Вот И здесь Можно информацию Как бы По-разному Рассматривать Есть Такая Кнопочка Чарт Тейп И здесь Можно настроить И смотреть Как Бары Так и В тиках Так и В боксах Сейчас Мы Смотрим В боксах Информацию Ну Давайте Переключим На бар Минутный Таймфрейм И Там Еще Была Одна Настройка Это Максимальный Объем То есть Мы С вами Видим Не так Как Обычно В Барах Открытие Закрытие Вооруженного Взглядом И тут Находится У нас У нас Цене Цене На Конкретном Уровом То есть Мы Понимаем Что Допустим 57-43 У нас Добавили 500 лотов 57-42 200 лотов Добавили К определенным Отложенным Заявкам То есть Вся информация Вам Нужна Может быть Получена Весьма Легко Весьма Легко То есть Все картину Сразу Видим Поэтому Не совершаем Ошибок Не совершаем Ну и Давайте Посмотрим Как же Мы С вами Оторговали Эту Неделю Так Включаем Наш Счет Так И Смотрим Значит Мы С вами Закончили 6-го Числа Обзор Включаем 6-ое Число И Смотрим Какие же Сделки У нас Были С вами Совершены Так Смотрим Нашу Торговлю По СИ Торговали РТС Там И так Далее Смотрим Что Практически Все Сделки Завершены Положительно И Мы С вами Набрали Немного Немало 711 Долларов Что Весьма Приятно Так И Давайте Посмотрим Еще Остальные Счета Которые У нас Есть Так Второй Счет Наш 19 1950 И Третий Счет Более Маленький Смотрим 4643 Но Тоже В плюсе Тоже Мы В плюсе Прекрасно Так Идем Дальше Идем Дальше И давайте Начнем Как всегда С индекса Доллара И Потом Будем Отвечать Уж На Ваш Вопрос Итак Мы С вами Предположили Что После Того Как От Уровня 97 55 Зашел Продавец Он Продавил У нас Поддержку 96 25 Мы Предположили Что Будет Тестирование Тестирование И После Этого Последует Отскок Так И Произошло И Что Мы Видим Что Продавец Здесь Еще К Тому Ж И Добавился То Естественно Давайте Перейдем На Час Естественно Что Мы Можем С вами Предположить Смотрите Сразу Видно Что Вошли В Рынок Деньги Сразу Видна Реакция Сразу Виден Ретест И Что Здесь Добавлялись Еще Продажа То Естественно Если Мы С вами Смотрим Интересующий У нас Фьючерс 6Е Евро Доллар То мы Понимаем Что Мы С вами Будем Рассматривать Только Покупки Выше Контрольного Уровня Отмеченного Нами 1.13 Соля Так Давайте Перейдем На час И посмотрим Что Мы Можем Предпринять В данный Момент Итак Отмечаем Контрольные Уровни Которые Для нас Очевидны Мы Видим Что Близи Этих Уровеней Покупатель Набирает Свою Позицию Добавляется К позиции Удерживает Уровень И Идет Выше Сейчас Мы Видим Что Последовали Некоторые Продажи Некоторые Продажи Но Ниже Этого Уровня Мы С вами Не Выходим То есть Что Либо Мы Агрессивно Входим В покупки Выше Либо Дожидаемся Выхода Вниз Выхода Вниз Набора Объема Заходного Воюнка Цель Теста И дальше Работаем Вот Этого Движения Я вам Покажу Один из Приемов Который Можно Достаточно Успешно Применять Торгуя И Как правило Не в минус А в плюс Потому что У нас Получается Коротенький Весьма Стоп И Соотношение Риска Прибыли Весьма И Весьма Интересно Двигаемся Дальше И Смотрим Десятиминутку Т6B Извиняюсь Давайте На 6Е Десятиминутку Так Ну вот Прекрасно Мы Подошли К контрольному Уровну Давайте Более Детально Рассмотрим Эту Ситуацию Что же У нас В моменте Происходит Отметились Да Видим Что В определенном Так сказать Секторе У нас Появляются Объемчики Появились Объемчики И Нам Необходимо Определенная Реакция На эти Объемы То есть Да Ложные Такие Выходы Вмес Есть Но Нам Нужно Чтобы Цена Ушла Выше Закрепилась И пошла Отрабатывать Мы Вот Понятная С вами Отмечаем Отмечаем Что Пока Не преодолел Пока Не преодолели Уровень 1.3060 По фьючерсу Мы С вами Глобально Так Сказать Вот В этом Диапазоне В этом Диапазоне На Дневном Тайпфрейме Не Рассматриваем Ланги То есть Ланги Можно Рассматривать Либо От уровня 1.3060 Либо От уровня 1.28 Тогда Вы будете Успешно Работать Почему Потому Что Именно В этой Области Будут Заходить Крупные Деньги Которые Можно Будет Пристроиться И взять Хорошее Импульсное Движение Если Отойдем Вверх Либо Если Мы Подойдем К Верхнему Уровню 1.3060 И Здесь У нас Создаст Прецедент Для того Чтобы Работать Шорты Мы Также С вами Возьмем Красивое Движение В случае Закрепления Выше Уровень Естественно У нас Открываются Ланги Мы Сможем С вами Успешно Продолжать Покупать Смотрим В моменте Часовой Таймфрейм Раздвигаю Больше Чтобы было Видно И Смотрим Что у нас Происходит Отмечаем Что У нас Основное Движение Красивое Быстро Импульс Естественно Вверх И смотрим Какое же Движение У нас Вниз А Движение Вниз У нас Очень Похоже На Откат Очень Похоже На Откат Здесь В этой Области Мы Видим Как Работал У нас Крупный Игрок То есть Он Что Давайте Так Начнем Был Выход Вверх Был Выход Вверх После Чего Мы Отметили Уровень Мы Видим Здесь Некоторое Такое Некоторую Проторговочку От Которой Мы На Объемах Видите Мы В моментах В моменте В кластерах Мы Видим Как Работал Крупный Игрок Вышел Вверх Вышел Вверх Несмотря Что Дели Были Фиксы У нас Продолжалось Движение Все Выше И Выше И Выше То есть Мы Понимаем Что Здесь Заходили В этой Области Крупные Дяди Мы Естественно Будем Обращать Фим На То Что У нас Будет Происходить Вот Здесь Что Мы С Контрольному Уровну Видим Красивый Объем И Выход Вверх Красивую Точку Входа Красивую Отработку Поэтому Мы Работаем С вами Как Фактически Без Негативных Так Сказать Моментов И Совершаем Прибыльные Сделки В этом Нам Помогает Платформа И Так Сказать Умелое Обращение С Этим Прекрасным Так Сказать Изобретением Так Смотрим Дальше Давайте Посмотрим На 10 Минутки Всегда Рассматриваю Как Батри Тайм Фрейм Потому Что Можно С Наиболее Точ Наибольшей Точностью Войти В Рынок И Чувствовать Себя Очень Хорошо То Мы Видим Область Где Протолкнули Вот Эту Торгов Чудо То Смотрим Здесь На Объемах Выходили Вниз А потом Эти же Объемы Протолкнули Вверх То есть Мы имеем Область От которой Мы можем Комфортно Зайти Сразу Идет Выход Вверх Перетест Перетест То есть Опять же Вот эта Область Она является Область Сопротивлением Благополучно Выходим Вверх И Можем Зафиксировать Часть Прибыли Как Минимум Так То есть Такие Вот моменты Я рассказываю И Ребятам На Занятиях И Три Недели Мы Торгуем И Рассматриваем Все Сделки Буквально Обсуждаем По Детально Разбираем Как Можно Более Тщательно Так Идем Дальше Золото Дневной Теймфрейм Подошли Куда? В зону Покупок В зону Покупок То есть Ясно Что На Дневном Теймфрейме Мы Рассматриваем В работе Такой Диапазон Подходим Вниз Рассматриваем Покупки Подходим Вверх Рассматриваем Продажи Здесь Что Мы Можем Рассматривать Только Покупки Смотрим Дальше Часовой Теймфрейм Подошли К уровню Уровень Д1 Отмечены У нас Что Мы Видим Видит ли Цена Это Конечно Видит Видим Такую Остановку Был Импульс Серьезный Такой Видим Что Остановили Объем Теймфрейм Начинаем Что Накапливать Накапливать Позицию Что Дальше Идет Ложный Выход Вниз Смотрим Видите Красивый Объем Здесь Комфортную Основной Вывод По Золоту Что Пока Что Мы Не Продаем Потому Что Мы Снести На Продажам То Есть От Уровня 215 Рассматриваем Покупки Рассматриваем Покупки Может Ли Быть Заскоп Может Может Но Если Мы Заходим В Правильном Месте Допустим Здесь У нас Коротенький Стоп Выходим Сюда Больше Частично Фиксим И Покупки Выбивают У нас Вся Комфортно Чувствуем Обойдем Вверх Мы Будем С вами Зарабатывать Вот Так Давайте Посмотрим На Верующий Браймт Браймт Дневной Теймфрейм Смотрите Мы С вами Отмечали Что Скорее Всего Мы Будем Тестить Вот Этот Вровень Сопротивления В районе 49 60 50 Мы Смотрим Что Мы Сюда Благополучно Подошли Подошли И Отскочили И Эту Зону Держим Мы Видим Что Мы С вами Находимся В Восходящем Канале То Наиболее Эффективно Рассматривать Здесь Шарты Переходим На Часовой Теймфрейм Часовой Теймфрейм И Отмечаем Те Зоны В Которых Входит Крупный Игрок Это Сразу Видно В Кластерах Это Сразу Видно На Вертикальных Объемах Набирается Позиция Идет Хороший Низ Рекрест И продолжение Нисходящего Движения Если Есть Какие-то Вопросы Пожалуйста Задавайте Рассмотрим Может Какие-то Инструменты Еще Интересуют Хорошо Хорошо Спасибо Андрей Как У вас Идет Июль По Доходности С вами Довольны Да Мы Очень Довольны Мы Работаем По Определенной Схеме Инвесторы Тоже Очень Довольны Можно Пройти На Наш Сайт Сейчас Секундочку Я Дам Ссылочку Сайта Так Вот Наш Сайт Trade4k Я В чат Кидаю Пожалуйста Заходите По Любым Вопросам Отличненько Спасибо Большое Андрей Алло Андрей Андрей Куда Вы Пропали Андрей Сейчас Друзья Андрей Будет С нами Промигнул Интернет У него Андрей Ага Ага Звук 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 Надо Включить Так Вроде Все нормально Ссылочку На Сайт Я Дал Пожалуйста Заходите Будем Работать Вот Рубль Пропустили Если Есть Три Секунды Я могу Рубль Рассказать Давайте Коротко Коснемся Коротко Сейчас Демонстрацию Надеюсь Видно Заставочка Сайта Давайте Рубль Посмотрим Так Сишка Дневной Таймфрейм Смотрим Что Вышли Выше Достигнутого Ранее Максимума А Это Район 61 680 Набрали Объемчик Да И Пытаемся Куда-то Внизу Ити Но Снизу Нас Сдерживают Вот Эти Вот Товарищи Которые Покупали И Конкретный Уровень Конкретный Уровень Давайте Уточним На Часе А На Часе У нас Следующая История Следующая История Что Мы Подошли Контрольному Уровню Часовому Вроде Как Отскочили И Обратно Извесу Вышел И Сразу Зашел Пока Еще Рано Покупать Я Бо Дождался Какого-то Выхода Вниз Набора Объема И Такого Движения Пускай Покупатель Себя Проявит И Тогда Мы С вами Будем Брать Вот Это Красивое Движение А Быть Может И Выше Так Сказать Пойдем К Верхней Границе Вот Этого Восходящей Тенденции Вот То есть Всегда Надо Вовремя Заходить И Смотреть Как И Что Да Давайте Еще Десятиминутку Посмотрим То есть Да Вроде бы У нас Комбинация Красивая То есть Дали Уровень Показали Что Вроде бы Мы Идем Вверх Сейчас Смотрим Объемчики Появились Пускай На эти Объемчики Будет Реакция Когда Мы Будем С вами В Ланге Заходить Пока Что Лангов Нет Вот Если Объемы Будут Продавлены Вниз Тогда Не Торопитесь Покупать Не Торопитесь Потому Что Вот Этот Товарищ Который Здесь Реализовал Свой Вход Он Будет Работать Немножко Ниже Поэтому Весьма Аккуратно Объем Есть Нам Нужна Реакция Обязательная И потом Будем Делать Выводы Думаю Все Поняли Вас Андрей Да Все Отлично Все Поняли Спасибо Вам Огромное Хорошего Дня Сегодня На рынке Удачи Всего Доброго Спасибо За Внимание Друзья До Новых Встреч Если Есть Вопрос Пожалуйста Пишите В личке Я вам Всегда Отвечу Всего Доброго До Свидания Абж Все Продолжение следует...